Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые зрители моего YouTube-канала! Меня зовут Академ Александр. У нас начинается новый учебный год 2022. Лето для вас я провел в достаточно напряженной работе и подготовил для вас много методических пособий учебных. В частности, это три плейлиста Вентал Терапии Гранд Курс по направлению Рабердомология, изоляция зубов при помощи Коппердама и его частное применение в разных достаточно нетривиальных ситуациях клинических, а также специализированные отобранные плейлисты на тему 5 класс изоляции и 2 класс. Сегодня у нас будет практическое занятие. Мы начинаем серию видео, разработанных и записанных для самостоятельного повторения выполнения в домашних условиях. Я это буду выполнять у себя в кабинете, но я буду для вас все это делать из очень простых материалов, таких, которые вы могли бы сами недорого приобрести для себя домой. Сделать, оборудовать для себя учебный стол в домашних условиях и начать практические занятия по, допустим, терапевтической и хирургической стоматологии, ортопедической стоматологии. Для того, чтобы отрабатывать свои мануальные навыки, начинать тренировать руки, чтобы они стали золотыми, и чтобы к окончанию вашего обучения в ВУЗе у вас не было белых пятен в мануальных навыках, чтобы вы могли продемонстрировать хороший уровень владения стоматологией. И для заинтересованных людей также я буду рад проводить клинические апробации ваших навыков со мной в кабинете во время практической работы, которую мы в будущем тоже организуем. Сегодня мы начнем с вами с работы на фантомной модели по направлению изоляция полости рта. Итак, сегодняшнее наше задание занятия будет проходить на фантомной модели, которая закреплена на вот таком вот агрегате. Я сейчас его откручу полностью и покажу, из чего это сделано. Мне понравилось это очень решение. Это фантомная моделька компании Медскилз. Такая самая базовая терапевтическая модель. Все зубы в анатомически правильном ортогональном положении. Дальше использован вот такой вот шарнир подвижный. Эта деталь называется Magic Arm. Компания Small Rig. И третья деталь, в виде вот такой вот струбцины, это называется Clamp. Тоже компания Small Rig. Я его, он достаточно в широких пределах может закручиваться-растучиваться. Я его фиксирую к своему рабочему столу. Вы это будете делать дома также. Зафиксировал, затянул. Не сильно. У него есть очень хорошие мягкие вкладыши. Пододвинул стол. На некоторой высоте от рабочего стола зафиксировал. А, в чем еще плюс? У модели компании Медскилз есть внутри резьбовое соединение, которое очень здорово подходит на резьбу. Три четверти можно несколько литочков закрепить, а может в принципе и полностью прорезать себе вот такую резьбу на ваших моделях. Она резьба метрическая, не дюймовая и она не предназначена для модели Просака или модели Медскилз. Но при этом она отлично работает и можно ее использовать. И когда мы вот это все закрепили, затянули, проверили, чтобы у меня не возил ящичек стола, я его закрепил стопором. Все, значит, мы можем начинать работать. Дальше давайте поговорим с вами о армаментариуме. Вам нужно будет купить. У нас при всем моем количестве возможностей и желании поделиться с подрастающим нашим поколением молодых врачей знаниями, ресурсы ограничены и поэтому в видео будут прямые рекомендации к покупкам. Которые вы желательно, чтобы совершали там, где я вам это рекомендую. В частности, вот такие вот платочки. Компания Сниктуари. Я буду выполнять работу на них. Я считаю, что на данный момент времени это лучшие платки для массового повседневного применения. Значит, они имеются двух цветов, точнее даже четырех цветов. Зеленый, синий, безлатексный, фиолетовый и черный. Мы это все с вами сможем посмотреть в разных клинических примерах в будущем. Они бывают трех толщин. Тонкий, средний и толстый. Дальше вам понадобится пробойник. Значит, вот этот пробойник мной был куплен в компании ЗВМИ на выставке в Крокус Экспо. Он со мной уже работает полгода и я считаю, что он прекрасно себя зарекомендовал. Он стоил порядка трех с половиной тысяч. Это очень хорошая цена. Белорусский инструмент выполнен очень качественно и это там стоит. Поэтому поищите ЗВМИ, артикул 2502. Это очень хорошая альтернатива пробойнику от компании Dentech. А уже по цене ему просто вообще не отраду. Небольшая рамочка. Вы можете ее использовать любого размера рамку. Это абсолютно не принципиально. Щипцы для Коппердама. Мы сделаем еще одно занятие, посвященное только армаментариуму. А сегодня у нас такое вот вводное занятие для затравки, чтобы понять реальную необходимость у вас в таком виде занятий. и показать вам, что можно делать. Дальше я приобрел вот такой вот лоточек прямоугольный. Обязательно его тоже себе купите. В нем лежит обычный пинцет, зон, зеркало. Вот такой скромный наборчик. Еще может понадобиться маленькие, небольшие ножнички. Можно маникюрные сделать. И далее маркер черного цвета. На ютубе в моем канале есть видео достаточно популярное, набравшее много просмотров. Называется русская методика разметки листок Пробердам. Применение без шаблона. Пожалуйста, посмотрите. Я очень подробно там все для вас показал и рассказал. Сейчас мы начнем работать. В сегодняшнем видео мы снимаем с нескольких камер, в частности с 4-х 4К камер в разных ракурсах. Это поисковая работа, в которой я пытаюсь понять, что лучше делать. Вот мы берем один листочек. Я буду со стола. Покажу вам. Ну, клампы сейчас много покупать не нужно, но у меня клампы устроены вот таким вот образом. Это два ящичка для хранения каких-то материалов, в которых первый ящик. Кольца и сепараторы. Далее бабочки. Бринкеры без крыльев. Три маляры с крылышками. Маляры с крылышками. И маляры без крылышек. Шесть групп клампов, которые я разделил. Я из них буду доставать, некоторые показывать. Часть из них можно купить. Абсолютно беспроигрышный вариант. Все клампы, которые я вам буду показывать, они производство компании ТОРВМ. Воронеже, российская компания с достаточно неплохой историей. Очень много сделавшие для нашего отечественного рынка. Клампы у них очень хорошие. Я на них работаю последние шесть лет. И это очень хороший материал для того, чтобы с ними связывать свою карьеру. Поэтому советую. Не стесняйтесь. Итак, начинаем нашу работу. Берем рамочку, платочек на длину одной халанги пальца. Ставим рамку. Зажимаем большим пальцем. Здесь должно получиться немножечко меньше вот этот вот хвостик. Его подтягиваем примерно на сантиметр. И закрепляем. Это должно держаться очень легко без какого-либо серьезного перфорации откладка. Также немножечко нижний. Дальше в противоположный угол. Перехватываем рамку вот здесь. И вот здесь вот двумя пальцами вот так вот я держу. Подтягиваем противоположный угол. Все, замечательно. Готово. Значит, о разметке платка. То, что мы должны с вами делать. Повторюсь. Основная методика. Детально вложено в видео. Русская методика применения системы Робердам без разметки. Разметка платка без шаблона. И мы попытаемся с вами сейчас провести изоляцию зубных рядов на конторе. В нескольких комбинациях. Первое, с чего нужно начинать вашу работу. У меня вот достаточно такой очень яркий, хороший флосс. Флосс называется Abel Wild. Продается в компании Робердам Клаб. В Москве очень толковые ребята. Здорово. Всегда консультируют. Советую. Отмеряем. Небольшой кусочек. Он должен быть шириной, ну вот, где-то сантиметров 25. Это оптимальная длина 25 сантиметров для флосса. В клинике тоже, чтобы лишнего не тратить. Всегда включиться на лет 23 сантиметра. Берем кламп. Это кламп компании ТОРВМ W3. Щипцы. Закрепляем кламп. Отводим стопор, чтобы у вас можно было расслабить руку. И первое, что вы должны сделать, это взять любая методика изоляция Коппердаун начинается не с клампа, не с платка, а с флосса. И флоссом проверить межзубные контакты на вашей модели. Все контакты проверили, они проходимы. Почему это нужно сделать? Потому что в клинике вы в реальности можете столкнуться с плохо созданными предыдущими врачами пломбами в контактных пунктах без применения матриц, клиньев, колец для Коппердама и матриц с нависающими троями. С этим ничего не сделаешь, надо просто взять иглоорильный борт и аккуратненько выпереть оттуда композит, убрав его при помощи турбинного наконечника. Если вы посмотрели все хорошо контактные проходили в другом пункте, начинаем проводить изоляцию. Вы должны примерить кламп на зуб. Мы с вами будем еще рисовать, я вам нарисую схему в следующих теоретических частях. У нас сегодня просто такой вот тизер учебной программы с самостоятельным практиком по терапии дома. Примерить кламп на якорный зуб и пальчиком пошатать кламп за дугу, что он держится хорошо. У нас прискрылый кламп W3. Методика одевания кофердама на зубы есть три крупных разновидности. И сейчас мы с вами попробуем сделать все три в одном месте. Мы будем действовать по нарастающей, по принципу диалетического материализма, от простого к сложному. Первое, ну такой читерский способ. Вы можете наложить кофердам на зубную дугу и отметить для себя точечку, где вы хотите сделать. Во рту это лучше так не делать, потому что обратная сторона будет кондоминирована слюной. И это будет плохо, потому что когда вы поднесете пробойник и сделаете им первую перфорацию, у вас будет кондоминирован также еще и пробойник слюной. Его надо будет отправлять в стерилизацию. Их у вас может быть немного и поэтому так делать не надо. Значит, по методике русская разметка без шаблона отмеряем четверти на платке. В пересечении вот этих вот четвертей нам нужно будет сделать с вами одну перфорацию. На пробойнике есть несколько отверстий для маляров, маляров, премаляров, верхних лицов, нижних лицов. Мы выбираем второе с краю отверстие для премаляров. Платок пробивается не вот так вот снизу, даже если совпадает, это все равно неправильно. Он пробивается сверху, где рамки нет. Значит, делаем, щелкаем и обязательно прорываем, чтобы боёк, пробойник обязательно прошел наружу. Откладываем. Вот, у нас есть, видите, как точница отпала. Далее, один из вариантов. Устанавливаем пациенту кламп на шейку зуба номер 16, кламп W3 на шейку зуба номер 16. Значит, ослабляем нижние ритейнеры с рамки, снимаем их. И аккуратненько через дугу растягиваем платочек. Вот таким вот образом. Значит, на занятиях можно использовать какие-то дополнительные рубриканты, чтобы они у вас тогда смягчались и прибегались. В рту будет слюна, поэтому ничего не надо, будет все хорошо скользить. Значит, приучитесь, что вы берете всегда для работы с хоппердама пинцет и зонд. Не надо пальцами весить вот пациенту туда в губерта и что-то там расправлять. Учитесь это делать при помощи сонда и пинцета. Вы ничего не порвете, если у вас хороший, качественный пробойник. АЗБМИ пробойники делают очень хорошие и качественные. У вас должен быть хороший рез плотка и все должно быть хорошо. Значит, дистальную сторону поправляем вот таким вот образом. Подтягиваем туда. Все. Значит, дальше откладываем пинцет с зондом. Берем флосс и продеваем контактный пункт. Заводим флосс за дугу и продеваем так же там. Очень хорошо, быстро, за несколько минут вы можете сделать такую изоляцию. Не забывайте, пожалуйста, для того чтобы все у вас хорошо получилось, вам в конце нужно будет снять платочек, отрегулировать это по натяжению полости рта пациента вот таким вот образом, чтобы здесь образовалась вот такая вот чашечка, как вороночка. И тогда вам будет удобно работать. Собственно говоря, все. Если вы освоите вот такую методику для того, чтобы изолировать один зуб для лечения первого класса. Очень здорово рассказал методику вхождения в Коппердам, как психологически себя настроить и работать. Замечательный доктор-клиницист, очень уважаемый коллега Коровкин Владимир Владимирович из Калининграда на своем канале. Его видео я прикрепил в плейлист Орбердомологии Дентал Терапи Гранд Курс. Пожалуйста, можете посмотреть. Второй вариант. А, да, когда вы все это свернули, не забудьте свернуть вот так вот конвертик. Обязательно здесь держим пальчик. И у вас получился конвертик, куда будет собираться водичка, элегант, чтобы в это все не попадало пациент на одежду. Попробовали. Первый способ продевания платка через дугу клампы. Наиболее часто используемый способ с бескрылыми клампами. Последнее время я очень много работаю с бескрылыми клампами. Второй вариант. Закрепляем кламп в платке вот таким вот образом. Щечки клампы продеваются наружу, а дуга остается с лицевой стороны. Внутрь, а с лицевой стороны дуга. Оставляем нижние ретейнеры. Закрепляем клампы держателей в щитцах. Вводим это все в полость рта. И фиксируем на зубе. После чего расправляем платок. Закрепляем хотя бы два угловых ретейнера для того, чтобы это держалось. Точно так же берем аккуратненько зонт с пинцетом. И выправляем платочек. После чего также проводим аккуратненько носом. И протягиваем его в межзубных промежутках, чтобы завершить изоляцию. Второй способ. Третий способ фиксации платка с клампом. Возможен только при использовании другого типа клампов. Я сейчас вам его подберу. Клампы все в клинике упаковываются вот так вот в индивидуальной пакетике. Сейчас я вам их встрою. И мы с вами обсудим немножечко разницу между клампами. Чтобы вам было наглядно это видно, я его тоже закреплю. Давайте теперь обсудим так. Что у нас есть кламп W3 и кламп номер 7. Классический кламп для маляров. Вот это кламп бескрылый. У него крылышек вот этой детали нет. Но есть только бранши этих щечек и уголочки. И дуга. Дуга тождественна у обоих кламп. Значит, вот эти два способа возможны при наличии просто щечка, чтобы удержать. Если у нас есть вот такие щечки на боковых сторонах клампа, мы можем применить еще один способ. Давайте пока разберем эту изоляцию. И соберем по новой. Значит, кламп с крылышками фиксируется в клатке совершенно по-другому. Что я делаю? Я беру платок с двумя пальцами вот такой. Аккуратненько на один пальчик фиксирую, как перстень, вот такой кламп. Вот такой кламп. Взял платочек. Растягиваю немножечко перпорацию. Ввожу туда одну крылышку клампу. Вот так вот видно. Двумя пальчиками беру перпорацию и натягиваю на вторую крылышку. Это нужно обязательно научиться делать. Для того, чтобы у вас все получалось. Поэтому кламп двумя крылышками маленькими наружу, дуга наружу. Два крылышка вот таких вот больших внутрь. Точно так же вы фиксируете щипцы. У вас щипцы, кламп, платок, рамка держится. Все соединено, ничего не разрушается. Перед введением этой конструкции в рот ослабляем нижние тейнеры. Вводим. Чуть-чуть расширяем, подтягиваем платок. Расширяем кламп, чтобы он держался за зуб. Ниже экватора. Отпускаем. Закрепляем немножечко платочек хотя бы уголочками. Дальше наша задача снять платок с клампов, с крылышек клампов. Всегда для этого используем зон. Берем вот таким вот образом и сбрасываем. Я двигаю зонтиком по крылышке клампы. Завожу его внутрь и сбрасываю. То же самое с другой стороны. Дальше, если у вас первый класс или эндогонтия, вам достаточно будет провести флоссом в межзубном промежутке, закинуть флосс за дугу клампа, подвести его внутрь. Я иногда здесь помогаю себе пинцетиком во рту, потому что это сложно, чтобы флосс попал в межзубный промежуток. И вот затем, ну, несколько упражнений пропадем, и он разрывается, выкидываем. Все. В дальнейшем нам для работы этого всего уже достаточно. Мы должны с вами только свернуть конвертик. Я всегда подтягиваю вниз плотно платка. Здесь обязательно держим половину пальцем, противоположные руки левые не отпускаем. Взяли складочку, вот эту вот складку платка внутри. И ее мы держим пальцем, чтобы вытащить перчатку, чтобы она не вывернулась наружу. Вот если вы это не будете делать, я сейчас покажу, что произойдет. Очень часто врачи делают, она вот так вот на носе выскакивает. Здесь вода будет поливаться, это не хорошо. Повторю, действие надо сделать так, чтобы складка осталась внутри. Вот таким образом. Разворачиваем. Для тренировки вам это нужно будет делать много, на десятку раз. Делаем конвертик с двух сторон. На этом упражнение по изоляции одного зуба при помощи клампы с крылышками или без крылышек выполнено. Вы дальше можете начинать работать. Пожалуйста, разбираем нашу модель, приводим ее в исходное состояние. И мы готовы к следующему упражнению. Вы посмотрели сегодня одно упражнение, которое я вам показал. Если вам такой формат полезен, интересен, оставляйте обязательно ваши комментарии. Я жду комментарии от врачей, от ординаторов и, естественно, что от студентов. В комментариях можете писать вопросы, например, как точно называются инструменты, где их купить. Располагайте дальше ваши вопросы, что вы в будущем хотите видеть, какие направления. Пока что мы будем двигаться по модели компании MedSkills до тех пор, пока мы ее полностью не разрушим, путем препарирования всех зубов на ней, всех типов колеса, выполнения всех типов композитных реставраций и так далее. Если у вас есть какие-то особые пожелания, пожалуйста, из домашнего задания, вот это все, что я вам сегодня попробую выполнять. Очень здорово, если вы будете снимать ваше видео на хотя бы смартфон. По тому, как снимать видео на смартфон, мною записано несколько видео в закрытом пока что плейлисте. Если вам нужна подобная информация, как сделать устройство освещения для макросъемки через телефон, также оставляйте ваши вопросы. Я открою для вас плейлист с различными вариантами сетапов рига и оснастки телефона смартфонов для записи видео. И мы с вами сможем вместе обсуждать ваши практические навыки, что вы сделали, что у вас получилось, что не получилось. Естественно, что обмениваться видео, желательно завести аккаунт на YouTube, это очень удобно. Также для желающих в Москве есть возможность увидеться, ну и не в Москве тоже. Если вы из других городов, то же самое пишите, мы договоримся, можно увидеться и провести вот такую тренировку очно, вместе. На этом я сегодня останавливаюсь, ставьте лайк этому видео, делайте его репост в ваших соцсетях, на ваших, как сказать, лентах, стенах ваших соц аккаунтов, привлекайте к этому решению дополнительно ваших молодых коллег, обменивайтесь информацией, в дальнейшем будет еще интереснее. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok